Приветствую вас во второй части. Мы с вами связали в предыдущей части подошвочку. Я вот связала 4 детальки. У меня одна подошва состоит из двух. Поэтому отлаживаем одну подошвочку в сторону и берем две вторые. Находим серединку мысочка. Вот она у нас. Находим серединку пяточки. Вот она у нас. Мысочек от пяточки отличается тем, что, смотрите, у нас при вязании подошвы были столбики без накида в середине. Вот эта часть у нас пяточка. Там, где расширенная часть, мысок. Вот так вот. Поворачиваем к себе пяточкой и приблизительно смотрим серединку. Вот у меня приблизительно вот здесь серединка пяточки. Теперь берем ниточку и делаем воздушную петельку одну. Вот так вот. Затягиваем ее. И нам нужно теперь продеть сквозь серединку пяточки крючок. Вот с одной стороны и с другой стороны. Смотрите, я повернула подошвочку одну верхушкой к себе, вот лицевой, и верхушкой к себе с одной и с другой стороны. То есть, смотрите, у нас получилась серединка во внутренней части. И вот теперь продеваем в серединку крючок и вытягиваем петельку. Теперь, смотрите, натягиваем хорошо ниточку, как для вязания. И в следующую петельку продеваем крючок с одной стороны подошвы и с другой стороны. Вытягиваем ниточку на крючке две петельки и довязываем их. То есть, столбик без накида обычный, но за две стеночки. То есть, смотрите, с одной стороны подошвочки петелька и с другой стороны столбик без накида. С одной стороны вводим крючок и с другой стороны столбик без накида. То есть, провязывая за две стеночки одной подошвы и другой подошвы стеночки столбики без накида, мы как бы сшиваем их между собой. То есть, таким образом нам нужно дошивать подошву до самого конца. То есть, по всему овалу полностью мы сшиваем столбиками без накида. Захватываем крючок, вдеваем в петельку. То есть, смотрите, я беру каждую петельку подряд. Они у нас, количество совпадают, так как мы вязали по одной схеме вязание. Вязание вот так вот. Поэтому количество у нас все совпадает. И просто обвязываем по порядку в каждую петельку, вводя крючок, столбиками без накида. Вот, смотрите, сейчас я прошивала несколько буквально петелек. И что у нас получается? У нас получается вот так вот сшиты две детальки подошвы. Так нам нужно дошивать до самого конца. То есть, до вот этого момента, где у нас пяточка. Я обвязала столбиками без накида. У меня получилась вот такая вот подошва законченная. Вот, двойная. Теперь, смотрите, мы делаем соединительный столбик. Вот эту воздушную петельку, которую мы с вами продевали. Я сделала соединительный столбик для того, чтобы как бы завершить круг. Теперь можно, смотрите, в каждом начале ряда, в начале каждого ряда, делать воздушную петлю подъема, а затем делать ряды. Можно этого не делать. Можно сразу, начиная с первого, делать столбики без накида. То есть, смотрите, вместо соединительного столбика мы делаем в эту же петельку, в первый столбик без накида. И так продолжаем вязать столбик без накида в каждую петельку по одному, по кругу. Просто столбики без накида обычные. Такими столбиками нам нужно провязать от пяточки до пяточки 6 рядочков. То есть, это у нас пошел первый ряд столбиками без накида, затем второй ряд, третий ряд и так далее. 6 рядочков столбиков без накида. Если хотите, чтобы вам было удобно более, можете отметить ряд началом, начало маркером. Ну, то есть, смотрите, отметить пяточку вот здесь вот маркером, чтобы вы знали, что у вас здесь начало ряда. Вот так вот ставите. У нас начало ряда и пошло продолжение столбиков без накида. Так вяжем в каждую петельку образовавшуюся. То есть, мы так как связывали две подошвочки столбиками без накида, каждую петельку, их очень хорошо видно, провяжем по столбику без накида 6 рядочков. Я провязала 6 рядочков столбиками без накида, но мне показалось немножечко низковато. Так как мы делаем сейчас высоту пинеточки, я вам предлагаю еще довязать пару рядочков столбиками без накида. Если вам кажется, что 6 рядочков достаточно, пожалуйста, можете остановиться на 6, но я буду делать 8, так как я не хочу, чтобы сильно впритык были они. Хочу, чтобы там какой-то тоненький носочек можно было поднять по желанию. В общем, я провязала 8 рядочков в высоту столбиками без накида. А теперь смотрите, чтобы нам сейчас не обрезать ниточку и не делать лишний раз присоединение, я вам предлагаю эту ниточку просто оставить. Привытяните последнюю петельку и оставляем просто ниточку. А в середине моточка нашего берем, находим второй краешек. Он у меня легко достается, то есть, так как моточек маленький, легко очень достался. Вот он, вторым вот этим вот кончиком нашей ниточки в мотке мы будем вязать. Но перед тем, как мы приступим к вязанию, нам нужно взять нашу подошву с высотой, вот так вот пополам сложить, то есть, вот у нас все ровненько, и взять два маркера. Одним маркером мы отмечаем с одной стороны, вот так вот, и ровненько там же, но с другой стороны. Вот так вот, сейчас я покажу, что получается. Вот так вот. Даже можно переодеть еще на одну, чтобы было досконально ровно. Просто зацепляем наши маркеры. Хотите, возьмите две булавочки, в общем, у кого что есть. И вот по серединке получилось, мы их зацепили. Прямо напротив друг дружки. Нам нужно между вот этими маркерами перед, то есть, для мысочка, нам нужно отсчитать от серединки по 25 петелек. То есть, между маркерами в передней части у нас должно быть 50 петелек. Поэтому я считаю 50 столбиков. Итак, начиная с той петельки, где у меня маркер, я отчитываю 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Не поверите, но получилось максимально идеально ровно. Я перецепляю маркер на одну петельку. И сейчас смотрю, чтобы у меня было все ровненько по серединке, четенько. Итак, я слаживаю еще раз свою пинеточку. И вот у меня получается ровно по серединке идеально 50 петелек. У меня внутренняя подошвочка немножечко загибается. Это абсолютно ничего страшного. Она по ходу носки растянется. И вот они наши два маркера. 50 петелек для мыска. Здесь и будет располагаться наш перед пинеточки. Поэтому мы берем второй краешек ниточки. Делаем начальную петельку. Просто закрепляем ее. И присоединяем вот здесь вот в начало вязания. То есть у меня первая петелька из 50. Это петелька там, в которой маркер. Я продеваю начальную ниточку. И буду вязать сейчас прямыми обратными рядами только на этих 50 петелек. То есть туда-обратно, туда-обратно. И в первую петельку начинаю провязывать столбики без накида. Мне нужно подряд провязать 3 столбика без накида. Поэтому 1 столбик, второй столбик, следующую петельку, третий столбик без накида. Теперь мне нужно провязать 2 столбика без накида убавления, 2 столбика без накида убавления и так 10 раз. То есть чередуем 2 столбика без накида, 1, следующую петельку, второй раз. А теперь делаем убавление. За 2 полупетельки непровязанных столбиков без накида делаем с общей вершиной. Итак, это первый раз, затем 2 столбика без накида, 1, второй столбик, затем убавление, второй раз. 2 столбика без накида, 1, второй столбик, убавление, третий раз. Снова столбик, столбик, убавление, четвертый раз. Столбик, столбик, убавление, пятый раз. Столбик, столбик, убавление, шестой раз. столбик столбик убавление седьмой раз столбик столбик убавление восьмой раз столбик столбик убавление девятый раз столбик столбик убавление десятый раз и теперь у нас остается провязать два столбика с которых начинали и в самом самом начале мы провязывали 3 столбика без накида и 2 воздушные петли которые нам заменили столбик поэтому сейчас мы довязываем еще 4 столбика без накида до конца ряда мы связали первый ряд он у нас получился с убавлениями минус 10 петелек так как мы сделали 10 убавлений в этом ряду поэтому довязав последний столбик вот он у меня в маркере последний делаем 2 воздушные петли для подъема они у нас замещают еще раз повторюсь столбик без накида и начиная со следующей петелечки мы просто в каждую петельку в изнаночном будем считать ряду мыска провяжем столбиками без накида то есть просто без изменения так как у нас начале было 50 столбиков без накида мы убрали 10 столбиков сократили поэтому в изнаночном ряду у нас должно получиться 40 столбиков без накида я и считать не буду так что в принципе если вы хотите для своей же уверенности можете пересчитать для того чтобы вы в дальнейших рядах не запутались ничего лишнего не добавили либо наоборот не сократили просто провязываем 40 столбиков без накида во втором ряду мыска довязываем ряд до конца у меня осталось два столбика и я их довязываю теперь делаем 2 воздушные петли подъема поворачиваем наше вязание если она у вас выгнулась на изнаночную сторону пожалуйста выравнивайте его и теперь у нас нужно провязать два столбика без накида то есть первые две петли подъема нам заменили столбик затем еще провязываем два столбика без накида 1 и следующую петельку второй столбик теперь мы провяжем столбик без накида убавления столбик без накида убавления столбик без накида убавления в общем так пять раз и так первый раз столбик затем убавление два столбика без накида с общей вершины первый раз затем столбик Следом убавление второй раз, столбик убавления третий раз, столбик, следующие две петельки провязываем, убавление четвертый раз и столбик убавления пятый раз. Теперь провяжем два убавления подряд, одно убавление и следом идет второе убавление, а затем провяжем убавление столбик, убавление столбик, то есть в зеркальном отображении пять раз. Начинаем с убавления, затем в следующую петельку провяжем столбик без накида первый раз, затем убавление столбик без накида второй раз, убавление столбик без накида в третий раз, убавление столбик без накида в четвертый раз и убавление столбик без накида в последний пятый раз. Убавление столбик без накида в пятый раз, мы начинали с трех столбиков без накида, то есть столбик из двух воздушных петель и два столбика, а в конце мы делаем три столбика подряд без накида, то есть никаких воздушных петелек мы в конце не делаем. Теперь нужно сделать две воздушные петли и повернуть наше вязание на изнаночную сторону. Сейчас мы с вами убавили 12 петелек в третьем ряду, поэтому 40 столбиков без накида минус 12 это 28 столбиков. Мы начинаем провязывать 28 столбиков с изнаночной стороны в каждую петельку по столбику без накида. То есть просто изнаночный ряд мы закрепляем наше убавление в лицевом ряду. Как вам удобно разворачиваете вязание, просто провяжем по столбику без накида предыдущие столбики наше убавление и просто которые провяжутся столбик над столбиком. Довязываем так до конца. Хотите для своей уверенности можете посчитать количество столбиков. Их в этом ряду 28. Довязываем до конца. Смотрите, не провязывайте столбики в одну петельку, чтобы не получилось лишних прибавлений каких-либо. Либо наоборот, не пропускайте петельки, чтобы они у вас были четко на уменьшение в каждом лицевом ряду. И так вот довязываем до конца этот ряд. И снова в конце ряда делаем 2 воздушные петельки. Они у нас будут в начале следующего ряда. Поэтому, как я вам говорила, в конце мы делаем только для начала следующего ряда. Две воздушные петли разворачиваем на лицевую сторону. И они у нас в начале ряда. Теперь провяжем в первую петельку столбик без накида. И подряд провяжем 11 убавлений. То есть 2 столбика без накида с общей вершиной. 11 раз. Итак, поехали. Первый раз. Затем второе убавление. Третье убавление. Четвертое убавление. Пятое убавление. Шестое убавление. Седьмое убавление. Восьмое. Девятое. Десятое. И последнее, одиннадцатое убавление. Два столбика без накида с общей вершиной. У нас остается в конце ряда 3 столбика без накида. Довяжем их просто 3 столбика без накида. Итак, мы закончили наш лицевой пятый по счету ряд. У нас получается вот такое постепенное-постепенное закругление. Теперь мы с вами провяжем изнаночный ряд. Снова делаем две воздушные петельки подъема в изнаночном ряду. И каждую петельку мы провяжем по столбику без накида. В общем, изнаночный ряд. Все как обычно. Мы с вами провяжем по столбику без накида каждую петельку. Вот так вот. Все легко, я надеюсь, для вас. И просто. Изнаночный ряд. Все как обычно. Вы поворачиваете, как вам удобно, чтобы было провязывать. И довязываем изнаночный ряд до конца. Довязали последний столбик. У нас в конце ряда провязаны 16 столбиков без накида. Две воздушные петельки делаем. И довязываем последний ряд лицевой. Это последний ряд с убавлениями. Поэтому делаем сразу после воздушных петелек столбик без накида. И 6 убавлений подряд. То есть по два столбика без накида с общей вершиной. Первое убавление подряд. Второе идет убавление с общей вершиной. Два полустолбика делаем. Затем третий раз убавления. Четвертый раз. Пятый. И последний, шестой раз. У нас остается два столбика без накида. Вот здесь две петельки предыдущего ряда. Мы довязываем в них два столбика без накида. В каждую петельку по столбику. И так у нас довязался этот ряд. Теперь делаем одну всего воздушную петлю подъемчика. И поворачиваем на изнаночную сторону. Нам нужно все эти петельки оставшиеся собрать на крючок. Как мы это сделаем? Смотрите. Берем, ныряем в первую петельку, захватываем крючком. Петельку у нас на крючке две. Следующую ныряем, захватываем ниточку. У нас три петельки. Следующую четыре. Следующую пять петелек. Следующую шесть петелек. Далее семь петелек, восемь петелек, девять петелек. Все девять петелек собрали на крючок и захватили ниточку сквозь все петельки. Продеваем вот так вот. Нанизанные петельки продеваем ниточку вот так вот крючком. Стянули. Посмотрите, мы стянули все петельки. Теперь делаем первую воздушную петельку. Как бы закрепляем наше соединение. Подтяните хорошо ее. И еще одну воздушную петельку делаем. Смотрите, что у нас в итоге получилось. У нас получилось очень аккуратное, на мой взгляд, вот так вот пинеточка спереди. То есть, вот смотрите, у меня что получилось. Хоть и плохая очень видимость, но я думаю, что здесь все вам видно. Получилось довольно-таки аккуратненько и красивенько. Теперь мы берем ниточку, обрезаем. Она нам пока не нужна здесь. Вытаскиваем краешек ниточки ненужной. А, как вы помните, у нас сейчас... Подтяните вот эту петельку, а у нас сейчас ниточка еще вот здесь вот прицеплена. То есть, снимаем маркеры. Они нам больше не понадобятся здесь. Раз сняли, второй раз. Если это у вас булавочки, снимайте булавочки. Они нам больше не нужны. Мысок у нас связан. И теперь нам нужно вот этой ниточкой, почему я вам говорила, чтобы не обрезали, нам снова нужно было бы ее присоединять. Так как я противник личных присоединений, то берем, продолжаем, провязываем столбики без накида. То есть, как мы с вами набирали высоту, 8 рядочков столбиков без накида, так и продолжаем провязывать. Это у нас уже пошел по счету 9 ряд. То есть, 9 ряд мы продолжаем провязывать, но провязываем столбиками без накида до момента вот здесь вот расхождения боковой стеночки с мыском. То есть, до вот этого уголочка. Мы провяжем столбиками без накида. Подошли мы к уголочку. Вот у меня здесь получается переход с боковой стеночки на верх мыска. Я делаю 2 полупетельки и соединяю их общей вершиной, так как мы с вами делали убавление. Для чего я это сделала? Для плавного перехода боковой стеночки в мысок. Сделала убавление и теперь обвязываю столбиками без накида до момента, где у нас было стягивание петелек. То есть, вот здесь буквально я делаю вот сейчас четвертый столбик, далее пятый столбик, шестой столбик без накида. И вот здесь, смотрите, я нахожу, делаю еще седьмой столбик, а восьмой и девятый столбик я делаю вот так. Смотрите, захватываю с одной стороны сборочки нашей, делаю полупетлю. И со второй стороны делаю полупетельку и стягиваю все это на общую петлю. То есть, я как бы сделала убавление посерединке там, где собирала. Вот здесь вот, для того, чтобы выровнять просто красивый краешек. И дальше продолжаю обвязывать столбиками без накида. Снова до нашего уголка, то есть, до момента перехода мыска в боковую стеночку. Вот, смотрите, я обвязываю столбиками без накида. И подхожу к моменту уголка. Уголочек я снова сделаю убавление, чтобы у нас был красивенький, красивый переходик. Вот, сейчас у меня здесь не очень, в общем, туго вывязывается. Вот, я вывязываю последний столбик. Не поддается он мне. Туго где-то затянуло петельку сильно. И, смотрите, вот они, наши уголочки. Мы делаем две полупетельки, как бы убавление. Сделали плавный переход и дальше продолжаем провязывать столбиками без накида до конца ряда. То есть, до середины пяточки, с которой мы начали провязывать. Вот, до вот этого момента. Просто продолжаем столбиками провязывать, как в начале. Столбик над столбиком предыдущего ряда. По техническим неполадкам мне пришлось удалить записанное ранее часть видео. Мы закончили с вами на этапе провязывания вот этой вот высоты пинеточки. И, когда я обвязала просто столбиками без накида, у меня получилось 73 столбика без накида. Вот здесь вот. Я сделала 10 убавлений в начале ряда. Не подряд, то есть, в начале провязывания рядов вот этой вот бляшки. Равномерненько. И продолжила вязать просто столбиками без накида туда-обратно. Но, смотрите, набрала 20 воздушных петелек, провязала столбики без накида, присоединила. Затем сделала ряд убавлений. Вот, по ходу вязания столбиков. Довязала до вот этого переда и в обратном направлении. То есть, вот так вот вязала, вязала, вязала. После двух провязанных рядочков в третьем я сделала петелечку. Петелечку я сделала так. Смотрите, от края провязала 3 столбика без накида. Затем сделала 3 воздушные петли, пропустила нижние 3 столбика без накида предыдущего ряда. И сделала соединение, четвертую петелечку, столбик без накида. То есть, у меня получилось между 3 столбиками без накида предыдущего ряда и 3 воздушными петельками вот такая замечательная петелечка. Довязала ряд до конца, вернулась и так далее. То есть 1, 2, 3, 4 рядочкой я провязала туда-обратно 2 раза. Теперь снова петелька. Я провязала 3 столбика, 3 воздушные петли, в 4 столбик сделала столбик без накида и продолжила вязание. То есть мы 3 пропущенные петельки заменили 3 воздушными петельками. Затем я снова, как и вначале, провязала 2 ряда и закрыла таким самым образом, просто рядочком, наши воздушные петельки для петельки 2. Хотите, можете по желанию обвязать рачьим шагом. Но так как, в принципе, мне нравится более чем и так, то я оставила. После того, как вы вывязали верхушечку, то есть смотрите, у нас получается, я связала это на левую ножку. Как вы видите, смотрите, у меня получилось вот так вот, с левой от нас стороны язычок. А точно так же на противоположную делайте, чтобы у вас был справа язычок, то есть с этой стороны. После того, как мы связали высоту, пришиваем пуговички на нужном уровне, зависит от обхвата ножки ребенка. То есть хотите, можете примерить, хотите, можете как уги сделать на глаз. Ну, то есть даже если будет шире, чем на ножку, вы уже потом сами ориентируетесь, хотите, потом перешьете пуговички. В общем, в принципе, на ваше желание. И в итоге у нас получается вот такая замечательная пара пинеточек-сапожек без зубика. Я думаю, что, в принципе, такой подарочек понравится любому ребеночку. Если вам нравится, обязательно не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. На мой новый канал также добавляйтесь. Всем хорошего настроения. Пока-пока!